Всем привет! В этом видео я хотел бы приготовить суп. И не просто суп, а горячий куриный бульон из Нордскола по официальной поваренной книге. Дело в том, что одним из важных ингредиентов приготовления являются северные пряности, которые мы приготовили и использовали в видео о лососе с дымком. И они у нас остались в достаточном количестве не только для этого блюда, но и для других, в которых нужны эти специи. Так что приготовьтесь, эту неделю я посвящаю блюдам с использованием северных специй. Ну а пока горячий куриный бульон, о котором вот что говорится в официальной поваренной книге. Иногда, когда мир снаружи это замерзшая пустыня, дымящаяся миска куриного супа как раз то, что нужно, чтобы согреть замерзшего крестоносца. Принесенный в ледяную корону крестовым походом серебряного авангарда, в компанию крепиться против короля лича, этот суп защитит от всех видов зла. Звучит очень ободряюще, но в кулинарии Нордскола есть блюдо, которое готовится с применением северных пряностей, с такой же иконкой, и называется оно сочное мясо люторога. А вот горячий куриный бульон не считается крафтовым предметом, его можно купить только в ледяной короне. Возможно вышло небольшое недоразумение во время подготовки книги, но в описании к бульону действительно есть упоминание замерзшего рыцаря. Тем не менее, пожалуй стоит посмотреть на ингредиенты, а для приготовления нужны Сливочное масло, сельдерей, морковь, чеснок, мука, много муки, пиво, субпродукты для куриного бульона. Я оставил свой выбор на куриных шеях. Бульон я конечно же решил приготовить, хоть в книге он упоминается уже готовый, впрочем, как и овощи в ней уже измельченные. Также нужны куриные ножки, замороженный зеленый горошек, разрыхлитель, соль, укроп, молоко и конечно же северные пряности, приготовление которых подробно можете глянуть в видео приготовления лосося с дымком. Ссылка с таймлайном в описании, там же можете найти и подробную разгромовку всех ингредиентов. В первую очередь необходимо начать готовить куриный бульон. Для этого нужно довести до кипения выбранные субпродукты или курицу целиком, снять пенку, посолить, поперчить и варить на медленном огне не менее часа. В бульон конечно можно было бы добавить овощи, но в рецепте их и так достаточно, поэтому я решил этого не делать. Пока готовится бульон, у нас достаточно времени для подготовления остальных ингредиентов, а именно грубо порезать морковь, сельдерей и чеснок. Когда овощи будут подготовлены, растапливаем в сковороде на среднем огне сливочное масло, добавляем порезанные овощи и готовим до мягкости 5-10 минут. Затем посыпаем их мукой и хорошо перемешиваем, чтобы покрыть ею все овощи. Влейте пиво и тушите еще 5 минут. К этому времени бульон уже должен быть готов. Вытащите из него все содержимое, уберите пенку и при желании процедите через марлю. Затем в бульон добавьте овощи из сковороды, приправьте северными специями, хорошо перемешайте. Вложите куриные ножки, накройте кастрюлю крышкой и варите, пока мясо с куриных ножек не начнет отпадать от костей, что может занять от 1 до 1,5 часов. Пока суп варится, готовим тесто для клетцок. Для этого в муку добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте, мелко порежьте укроп и также добавьте в муку. Снова перемешайте и постепенно начните добавлять молоко, пока смесь не соберется во влажную массу. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте, чтобы оно лучше взялось. Когда суп будет готов, выньте из него куриные ножки, чтобы они не мешали и начните добавлять в суп тесто, зачерпывая его ложкой. Когда вы потратите все тесто или сочтете, что клетцок достаточно, накройте суп крышкой и варите около 10 минут, по стечению которых проверьте готовность клетцок и если нужно, варите еще 5 минут. А перед подачей положите куриную ножку в тарелку и залейте ее супом. Вот такой он, горячий куриный бульон из Нордскола. Он очень сытный, ароматный, вкусный и действительно прекрасно подойдет, чтобы согреть замерзшего рыцаря. Если вы не любите куриные ножки целиком, можете снять мясо с кости или использовать любую другую часть курицы. Но так, пожалуй, выглядит эффектней, да и соответствуют иконки из игры. Ну что же, готовьте, ешьте, согревайтесь. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!